Странно, что события, которые последовали сразу же за выборами в Госдуму, для кого-то стали неожиданными. Человек из закона, Филипп, Алексей Пиманов. Не знаю, выдумали военную тайну, но что-то подобное событием первой после выборной недели ожидалось. Сразу о плюсах. Оживление политической жизни, желание людей донести свой голос до самого верха – это нормальный, понятный всем процесс любого демократического государства. Конечно же, если все происходит в рамках закона, как было в прошлую субботу на Болотной площади или в понедельник на Манежной. Самое главное, чтобы этот плюс не превратился вдруг в огромный минус, когда кто-то решит переступить черту, за которую, и это понимает, по-моему, подавляющее большинство, лучше не заходить. Потому что там, за чертой, мы все станем стадом баранов, которых в очередной раз, с помощью не раз опробованных технологий, погнали в сторону очередной цветной революции. А там дальше – хаос и потери суверенитета. Поверьте, я знаю, о чем говорю. У меня в руках книга, которую, считаю, сейчас нужно изучать всем, кто интересуется политикой. И не только им. Она уникальна. Называется «Исповедь экономического убийцы». Написал ее американец, бывший сотрудник спецслужб, интервью с которым вы сегодня увидите. Когда я прочитал эту книгу в первый раз, то испытал чувство жгучего стыда. Потому что с моей страной в 90-е годы поступили так же, как с какой-нибудь банановой республикой. Смотрите, сами делайте выводы. Удивительно, но вот этот представительный, статный, седовласый мужчина с голливудской улыбкой – убийца. Правда, в его руках никогда не было ни холодного, ни огнестрельного, ни какого-либо другого оружия. Его жертвы – это не конкретные люди, и даже не группы и сообщества, а целые страны. Он лично участвовал в уничтожении Панамы, Саудовской Аравии, Индонезии, Колумбии, Эквадора, Ирана, Камбоджи, Ирака. Список достаточно длинный. Ибо более 20 лет своей жизни Джон Перкинс посвятил сокрушению государств. Кто он? Экономический киллер. Мы создали первую поистине глобальную мировую империю. И впервые в истории империя была создана преимущественно невоенными средствами, с помощью экономических убийц. Мы действовали разными методами, но самый простой был, когда мы находили в странах третьего мира ресурсы, которыми хотели завладеть наши корпорации, например, нефть, и выделяли им огромные кредиты через мировой банк и его партнеров. При этом деньги шли в карман нашим же корпорациям за строительство в этих странах технопарков, дорог или тех же объектов электроэнергетики. В 2007 году американский писатель, талантливый экономист, успешный бизнесмен Джон Перкинс выпустил книгу, которая стала сенсацией. В ней он поведал о своей четвертой ипостаси, о том, как работал на правительство своей страны и действовал в интересах некой корпоратократии. Корпоратократии — это тоже люди, мужчины и женщины, которым принадлежат крупнейшие корпорации. И это на самом деле никакая не тайна, им не нужна конспирация. Они по большому счету ничего не делают нелегально, но они как раз контролируют и правительство США через финансовые институты и большую часть правительств мира. Они контролируют основные СМИ, напрямую владея ими или их рекламными бюджетами. И этими людьми движет одна единственная идея — извлечение максимальных прибылей. Именно эта идея и ее исполнение создало сегодняшнюю неспокойную и нестабильную ситуацию в мире, в котором всего 5% населения США потребляют 25% всех ресурсов. А в это время множество детей, примерно 35 тысяч, ежедневно умирают от голода и болезней во всем мире. Итак, действия по так называемому «порабощению государств» происходили следующим образом. К примеру, правительство Соединенных Штатов заинтересовано в получении контроля над Панамским каналом. Первый вариант — привести к руководству этой страны своих протеже. Второй — разными путями уговорить нынешних управленцев под видом консультанта по борьбе с экономической отсталостью взять на работу того самого экономического киллера. А уж его задача, если говорить простым языком, максимально запудрить мозги. Мол, лет через 10-15 у вас наступит процветание, вы будете способны давать огромный прирост экономике в год. Но сейчас, в самом начале пути, надо привлечь наши американские компании. У вас нет на это денег? Возьмите кредиты в Международном валютном фонде или Всемирном банке, потом легко отдадите. В такой схеме обогащались наши корпорации и несколько семей, составляющих элиту этих стран. В то время как основная масса населения оставалась все так же бедна. Слишком бедна, чтобы платить за то же электричество или ездить на машинах по тем же дорогам. Таким образом, страна попадала к нам на долговой крючок. В какой-то момент мы приходили вновь и говорили, «Ребята, вы не можете расплатиться, мы дадим отсрочку, но за это вы снабдите нас дешевой нефтью, будете голосовать в ООН так, как надо нам, или пошлете свои войска в помощь нашим куда угодно. Например, в Ирак. Если они отказывались, в дело вступали уже совсем другие люди. Мы зовем их шакалы. В книге я описываю пару таких ситуаций в Эквадоре и Панаме. Это те, кто устраивают перевороты, свергают правительство или даже ликвидируют их лидеров. В единичных случаях, когда даже шакалы проваливались, как в том же Ираке, мы посылали туда войска. Вот так мы и построили эту империю. И в этом ее отличие от других, создававшихся в мире путем захвата чужих земель. То есть с третьесортными странами никто особо не церемонился. Их просто потрошили и ставили на их территории свой флаг. Мы в развитых странах являемся потребителями ресурсов, а страны третьего мира их поставщиками. Это колониальная система, созданная для того, чтобы страны, обладающие мощью и силой, но испытывающие недостаток ресурсов, эксплуатировали страны, владеющие ресурсами, но слишком слабые, чтобы защитить себя. Ирак, Ливия, Египет сейчас. В 90-х годах Россия. Вспомните американских консультантов правительства Гайдара, приватизацию нефтянки, огромные кредиты МВФ, а в конце цепочки дефолт 1998 года. Все по схеме, описанной Перкинсом. Кстати, у самого автора бестселлера в 80-х годах хватило мужества выйти из системы. Хотя он понимал, чем это может для него закончиться. Я не мог больше терпеть этого. Я устал даже просто молчать об этом. И тогда я решил написать книгу. Я связывался с другими экономическими убийцами и шакалами, чтобы услышать их истории. Мне угрожали. Предлагали деньги и большие, только чтобы я ничего не писал. У меня была маленькая дочь, и я действительно боялся за жизнь. Я бросал писать несколько раз, но вот после 11 сентября, когда я пришел на Граунд Зеро, я стоял там и понял, что должен написать. Американцы имеют право знать и эту, темную сторону нашей внешней политики. И в этот раз я решил, что уже никому не проболтаюсь, что возобновил работу. Даже жена и дочь ничего не знали. А когда книга была уже на руках, я обратился к одному знакомому агенту, который разослал ее в десятки издательств. Это и стало моей лучшей страховкой. Каждый шакал знал, что случись со мной что-либо, если меня, допустим, застрелят, книга разойдется по миру. Она и так популярна. Большие тиражи, переведена на 30 языков, но ведь могут всплыть и другие секреты. Так мои книги стали моей лучшей страховкой. Кстати, на вопрос журналистов одного из российских информационных агентств, считает ли Перкинс, что кредиты, которые получала Россия в 90-е годы, от Всемирного банка, МВФ и других мировых финансовых организаций были частью той же самой схемы, автор бестселлера заявил. Цитата. «Я никогда не работал с Россией, поэтому не могу никак оценивать эти кредиты. Но я подробно описал схему, по которой экономические убийцы работали в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Россияне могут делать выводы самостоятельно». Конец цитаты. Итак, схему обкатывали уже несколько десятилетий иностранных третьего мира, а тут вдруг рухнул Советский Союз. Кто бы мог подумать, что вслед за Эквадором, Панамой точно так же сумеют экономически убить и мою страну. С огромной экономикой, ядерным оружием и статусом сверхдержавы. Если кто-то сомневается или забыл, что с нами работали по той же схеме, смотрите и слушайте дальше. Эти знаменитые кадры воспринимаются сегодня как некие символы краха великой сверхдержавы. Впереди были реформы, но мало кто понимал, насколько они будут тяжелыми. Катастрофическое падение производства, гиперинфляция, обнищание основной массы населения, организованная преступность и странные, не поддающиеся логике решения власти. Например, о приватизации нефтяной промышленности с допуском иностранных компаний. Зачем? Какой в этом был смысл? И с первой части разговора вы, наверное, поняли какой. В Холодной войне было два воюющих страны. Одна из них капитулировала. Значит, кто победил? Но это так по-другому никогда не называется. Они победили. Результаты этой победы, победы современной, то есть не танками, самолетами, а победой политическими инструментами. Вот эти для победы были установлены некоторые правила игры. И эти правила, конечно, лишили России части суверенитета. Стоит ли удивляться, что, лишившись основного своего источника доходов, российский бюджет сжался, как шагриневая кожа. Не было денег ни на армию, ни на бюджетников, ни на структурные реформы экономики. Из-под нас просто вышепли стул. А ведь параллельно развивался процесс приватизации и уничтожения огромного числа наших конкурентоспособных предприятий. От ВПК до авиационной промышленности. В 90-е приехало просто несколько десятков тысяч американских советников, которые создали исполнительную, вообще, власть в стране. Просто создали Российскую Федерацию как государство. Все законодательство Российской Федерации в 90-е годы было написано американцами. Ну, писали-то, может, его и много наши специалисты, но под гранты Соединенных Штатов Америки. И среди таких законов было знаменитое соглашение о разделе продукции. Многие сейчас уже забыли об этом «великом» в кавычках законе. Но мы напомним. В соответствии с соглашением, законом соглашения о разделе продукции, российские недра, непосредственно 264 объекта недра пользования, то есть нефть, газ, другие природные ресурсы, не входили в российскую юрисдикцию. То есть это означает, что их не было. То есть по нашему закону мы на нашей территории не признавали эти недра как российские. То есть газовые и нефтяные кладовые вроде бы российские, ведь мы их из недр нашей родины матушки извлекаем. И в то же время на качалках логотип значится, например, какой-нибудь фирмы «Шелл». В России от добываемых нефтедолларов оставались какие-то крохи. Основная же часть уходила, что называется, на гамбургеры в страну мечты. Они потребляют от 40 до 50 процентов ВВП мира при производстве 7 процентов, если мы берем сферу услуг. Вот разница это их дань, вернее, дань для них, которые они получают по праву законного победителя. По-другому в мире никогда не было. Стоит ли удивляться, что в 1999 году золотой запас огромной России составлял смехотворную сумму в 10,7 миллиардов долларов? Для сравнения, у маленькой Латвии он сейчас около семи. О каком суверенитете и независимой политике можно было тогда говорить? А в начале 2000-х соглашение о разделе продукции на удивление американцам, которые в тот момент планировали поднять цены на нефть и пустить их на борьбу с Китаем и Европой, было отменено. На это надо было решиться, потому что на руководителей после Ельцинской России сразу полились потоки грязи. И прежде всего из США. Любая борьба это тяжелая вещь. Особенно борьба за деньги, за ресурсы. Это взрослые, жесткие, жестокие игры. И, кстати, прямо с этим связаны всплеск терроризма, который тогда наблюдался, потому что пытались ослабить власть, национальную власть, которая начала проводить национальный курс. Соответственно, запустили террористические программы из-за рубежа, запустили механизмы давления. Есть мнение очень уважаемых экспертов, что именно невиданное в истории ограбление России в 90-е годы 20-го столетия оттянуло на 20 лет приход жесточайшего кризиса в западную экономику. В 2000-х Россия отказалась быть дойной коровой, которая гонит на запад дешевую нефть, газ, лес, металлы, уникальные разработки, своих ученых, технологий, лучших специалистов. Могло ли это кому-нибудь понравиться? Конечно, нет. Оставят они нас в покое? На этот вопрос пусть каждый ответит себе сам. Повторю некоторые цифры. В 1999 году золотой запас России составлял 10,7 миллиардов долларов. Это была страна-банкрот. С развалившейся армией, коррумпированной спецслужбами, кучкой олигархов, которые контролировали почти всю экономику страны. Ныне золотовалютные резервы России третьи в мире. Почти 700 миллиардов. Именно они позволили уставить в кризис 2008 года. Именно они позволяют начинать пусть и медленный, но все же поворот нашей экономики к высоким технологиям. Именно они и постепенно возрождающаяся армия дают возможность разговаривать на равных почти с любой страной мира и не пускать в Россию очередных экономических убийц. Сразу после выборов в Госдуму, не дожидаясь официальных результатов, Хиллари Клинтон сделала ряд странных для непосвященных заявлений. Как будто спешила кому-то дать сигнал. Прошла неделя о своем намерении вернуться весной в Россию заявил Борис Березовский. Дальше думайте сами. Особенно 20-летний, украинский.